В этот день 30 марта родились Иван II Красный, правитель московского княжества, отец Дмитрия Донского. Василий Тропинин – известный русский портретист, рожденный в крепостной семье. Он написал хрестоматийные портреты Александра Пушкина, Платона, Зубова и других. Сергей Ильюшин – известный советский авиаконструктор. Его конструкторскому бюро принадлежит масса уникальных моделей, в том числе самый массовый самолет Второй мировой – Ил-2. В этот день, в 1856 году, император Александр II сказал свои знаменитые слова. Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, когда оно само собой отменится снизу. Ровно через пять лет он публикует манифест об отмене крепостного права. 30 марта 1867 года в Вашингтоне подписан договор о передаче Аляски от Российской империи в Соединенные Штаты. Судьба обширного американского региона примерно 1% мировой суши решалась на тайном заседании в Петербурге. Произошло это 16 декабря 1866 года по старому стилю. Мы знаем, кто тогда присутствовал на встрече с государем, знаем итоги, но хода беседы не узнаем никогда. Александр II, его брат Константин, канцлер Горчаков, министры Рейтерн, Краббе и некто Стекль, представители русского двора в Вашингтоне. Все они постановили, что держаться из-за владения в Америке не стоит, Аляску надо продавать. Все это держалось в тайне, никогда еще Россия добровольно не отдавала такое гигантское количество земли. На поддержку в обществе можно было не надеяться, так хотя бы избежать скандала. Русские, можно сказать, открыли Америку почти 150 лет до того. Только Колумб это сделал с восточного берега, а мореплаватели Гвоздев и Федоров разглядели новый континент с северо-западного края. Был это в 1732 году. Этот промозный неприветливый край был изобилен тогда пушними. Русским были интересны прежде всего Калану, морозная пыль и серебрица, его бобровый воротник. Эти две строчки из Евгения Нигина как раз о популярном мехе Каланов. Создал же здесь целую торговую империю русский конкистадор Григорий Шелихов. В 1799 году его компания стала называться Русско-Американской торговой компанией. Ее крупнейшим акционером был император российский Павел. Она была самым крупным землевладельцем, вероятно, во всем западном полушарии. Тысячи Алиутов благодаря активной миссионерской деятельности крестились, становились в ряды компаний. За годы русского присутствия местная православная община успела даже обзавестись своими святыми, скажем, Герман Аляскинский или местночтимый Петр Алиут. Сам факт появления этого мученика из здешних аборигенов говорит о том, как прочно на этих берегах в 1860-м годах утвердились русские церковь и культура. Почему же узкий круг людей в столице решил вдруг оставить эти места? К тому времени уже несколько десятилетий в правительстве ворчали, что Аляска стала убыточной. Варварский отстрел Каланов сделал свое дело. Кушная прибыль упала. Все тревожнее становилось соседство со стороны Соединенных Штатов. То вызывало беспокойство секта Мормонов, которое угрожало переселиться в Русскую Америку, а тогда бы пришлось расчехлить оружие. То опасались золота. Парадокс в том, что в наших колониях подтвердили находку драгметалла уже в 1848 году. И это ускорило продажу. Правительство ясно понимали, что если американские старатели хлынут на Аляску, они все сметут. В этом случае золото было не благом, а главным страхом. Аляска была слишком далеко от России, чтобы случить, что ее защищать. Итак, посланника Стекля снабдили инструкциями, наказали, чтобы не продавал дешевле 5 миллионов американских долларов и отправили в Штаты. Стекль же повел себя умно. В переговорах медлил темнил. Наконец получил предложение о сделке в 7,2 миллиона золотых долларов. Примерно несколько сотен миллионов долларов по нынешнему курсу. 30 марта 1867 года Аляска стала для русских не только далекой, но и чужой. Ее продали. В русской прессе почти совсем не было благожелательных отзывов на эту сделку. Но что самое смешное, мало и было и в американской. Зоопарк полярных медведей, маржеросия, сундук со льдом. Как только не защелялись местные браслописцы, чтобы обозвать приобретение. Российскому представителю Стеклю пришлось даже раскошелиться, чтобы прикрыть рот самым крикливым газетам. На это ушло примерно 150 тысяч долларов. Изрядная доля Аляскинского пирога. Редактор субтитров А.Семкин